Для меня лично неприятно еще эта история в связи с тем, что Григорий Явлинский это как раз человек, который является церковным политиком. То есть как политик, он может быть не церковный человек, он все время четко разделяет свои личные религиозные убеждения и политическую деятельность. Но я просто знаю реально священника, у которого он исповедуется, которому ходит в храм. В ряде документов его партии доводилось встречать вполне добрые слова о православных ценностях, о сотрудничестве с церковью и так далее. И поэтому вот именно такого человека назначить себе в главные враги, это сам по себе тоже было некая промашка. Но и главное, ну неужели непонятно, что каждый раз, когда хотя бы даже намек на агрессию исходит со стороны церковных людей, то это не привлекает к церкви симпатии, а скорее наоборот. Ну и третий шок это то, что оказывается эта организация взяла себе название Божья воля. То есть заодно это уже надо пороть ремешком, простите, этих молодых людей, что Божья воля, ну что, если я так называю свою организацию, это претензия за то, что я святой, я знаю Божью волю, и свои рукосуйные акции я осуществляю с Божьей волей. На языке церковного называется прелесть. Курить травки надо меньше, господин Царионов. Пройти нормальный курс реабилитации от наркотической зависимости. Продолжение следует...